В России отмечается 115 лет со дня образования кинологической службы. В честь этого события росгвардейцев Ангарска отметили наградами и грамотами, а также поблагодарили за выполнение важнейших служебно-боевых задач. О тех, кто обеспечивает безопасность жителей на спортивных, культурных и массовых мероприятиях, наш следующий сюжет. Сотрудники кинологических подразделений ежедневно демонстрируют свой профессионализм. И доказательством тому служат многочисленные награды, грамоты и благодарности. В Ангарском оперативном полку Росгвардии служат более 10 кинологов. Заслуги военнослужащих, а также их четвероногих друзей отметили их начальники. В нашем кинологическом подразделении проходит служба у более 10 специалистов и более 10 служебных собак. Служебные собаки представлены категориями мино-росная и патрульно-росная. Применяются мино-росные собаки по поиску. В разведке и разминировании путей движения войск патрульно-росные применяются для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, задержания преступников. Одна из мино-росыскных собак «Зарина» за годы тренировок под руководством Ларисы Борисовой. Овчарка научилась безукоризненно выполнять любые команды и с легкостью обнаруживать подозрительные предметы. Этот день по праву считается профессиональным праздником «Зарины». Задачи мы выполняем именно по розыску взрыва взрывных веществ. Никуда в командировке мы не ездим, потому что не берут меня, значит и моя собака остается со мной здесь, скажем так. Но на месте, например, мы выезжаем, если что-то надо, мы, естественно, выполняем такие задачи именно на месте дислокации. Кинологи вместе со своими четвероногими напарниками – одна семья. А в свою очередь розыскные собаки делают все возможное, чтобы помочь своим наставникам в их непростой службе. Андрей Иванов, Егор Сорокин и Александр Черник. Местное время.